Европейский Союз готовится к возможной торговой конфронтации с Соединенными Штатами в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. Согласно опросу, проведенному Мюнхенским институтом экономических исследований, почти 44% немецких промышленных предприятий выражают опасения по поводу негативных последствий для бизнеса в случае триумфа кандидата от республиканцев. Результаты опроса были опубликованы 24 октября. Как сообщает газета Politico, Брюссель рассматривает меры в ответ на возможную торговую войну с Вашингтоном и намерен ввести высокие пошлины на американский импорт, если диалог по улучшению торговых отношений не принесет результатов. Марджори Чорлинс, вице-президент торговой палаты США по делам Европы, отметила, что готовность ЕС к ответным действиям в случае торговой войны не вызывает удивления. Европейские лидеры уверены, что у них есть все шансы успешно противостоять США. При этом первичные пошлины, введенные Америкой против стран ЕС оказались для Европы неожиданными. Торговлю между ЕС и США является одной из самых крупных в мире, объем которой достигает около 1 триллиона евро ежегодно. Евросоюз получает значительную выгоду от торговли товарами с положительным сальдо в 156 миллиардов евро за прошлый год, в то время как дефицит в сфере услуг составил 104 миллиарда евро. Экономисты предупреждают, что введение тарифов в 10% или 20% может привести к значительному удурожанию импорта товаров из ЕС для американских компаний, что, в свою очередь, может сократить экспорт из Европы на треть в некоторых секторах. Отрасли, такие как машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность, наиболее пострадают от тарифов, составляя 68% экспорта ЕС в США в прошлом году. Это особенно уязвимо для Германии, экономического центра Европы, учитывая ее зависимость от экспорта в этих секторах. Несмотря на разные мнения экономистов о возможных последствиях, большинство соглашается с тем, что тарифы, вводимые Трампом, могут оказать серьезное воздействие на экономику Европы. По некоторым прогнозам, тарифы в 10% приведут к снижению ВВП еврозоны на 1%, а более радикальные оценки указывают на возможное снижение роста на 1,5% к 2028 году, что может приближать экономику к рецессии. Последствия торговой конфронтации могут включать сокращение рабочих мест. Европейская комиссия оценивает, что трансатлантические торговые и инвестиционные связи поддерживают примерно 9 миллионов рабочих мест как в ЕС, так и в США. В последние годы Европейский Союз усиливает свои меры по защите торговли, включая ответ на высокие тарифы, введенные Трампом на сталь и алюминий. Срок действия Временного торгового соглашения истекает 21 марта 2025 года, что происходит всего за два месяца до начала работы новой администрации США.